Имена этих девушек на слуху у всех студентов Краснодарского государственного института культуры. А всё потому, что Настя Афанасенко, Ирина Епифанова и Саша Самофалова стали призёрами творческого фестиваля «Таврида Арт». Среди нескольких сотен подавших заявки грант достался именно им. Настя Афанасенко до безумия любит книги. Три года назад выбрала профессию библиотекаря, вдохновившись примером мамы. Сейчас помогает развивать культуру чтения среди молодёжи и делать популярным чтение в соцсетях. Проект уже действует и, как признаётся его автор, довольно успешно. Хочу, чтобы библиотеки не забывали. Я хочу убрать этот стереотип о том, что библиотеки — это скучное, неинтересное место. И именно так и родился мой проект «Читаем в новом формате». То есть проект разделён на два блока. Это интерактивная работа и работа с виртуальной частью. Одногруппница Настя Ирина поддерживает эту идею, но для своей программы выбрала совершенно другое направление. Её соцпроект «Мы попали в край чудес» поможет семьям, в которых воспитываются особенные дети. Она хочет создать модель инклюзивного, литературно-образовательного пространства. Я выбрала направление помощи деткам с особыми возможностями здоровья, потому что вижу в этом своё истинное предназначение. Именно через книгу для деток открывается мир. Они могут понять себя и почувствовать окружающих. Студентка четвёртого курса Саша Самофалова победила с проектом «Лицо города. Граффити. Краснодара». Девушка считает, что граффити перестала быть вандализмом и уверяет, что благодаря её проекту скоро на улицах Кубанской столицы появятся десятки новых стрит-арт-объектов. И они, конечно, будут иметь культурное значение. Граффити и стрит-арт-объекты, на которые будет направлена наша экскурсия, это значимые граффити. Это граффити великих людей, например, великих футболистов, таких как Льва Яшина у нас в городе. Граффити, посвящённые Великой Отечественной войне, лётчице в рамках проведения экскурсий будет предполагаться проведение мастер-классов от именитых художников. Главная цель фестиваля – поделиться новыми идеями и получить шанс их реализовать. И девочки это смогли. Кстати, общая сумма выигранных средств составила больше 300 тысяч рублей. Теперь гениальные проекты молодых дарований Краснодара станут общегородским достижением. Анна Григорьева, Кристина Сорокина и Евгений Литовко. Телекомпания «Краснодар».